Это программа «День с толком». Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Елены Макаренко. Здравствуйте. Особую осторожность при обращении с огнем стоит соблюдать в дни майских выходных. В регионе с 28 апреля и по 2 мая включительно действует четвертый класс пожароопасности. В эти дни ожидается жаркая и сухая погода. При этом будет ветрено, предостерегают спасатели. Именно в такую погоду увеличивается число пожаров. В природной среде даже небольшая небрежность с огнем за считанные секунды может превратиться в большой пожар с тяжелыми последствиями. Во избежание чрезвычайных происшествий сотрудники МЧС в очередной раз призывают жителей края не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе, не выбрасывать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять играть с огнем детям. В случае пожара звонить 101 или 112. На этой неделе в крае произошла целая череда происшествий, связанных с огнем. Первый случай серьезного возгорания произошел в Славгороде. В ночь на понедельник огонь охватил пустовавшее здание статтехникума. А в Барнауле из-за пожара в многоэтажке пришлось эвакуировать 15 человек, в том числе несколько детей. Еще одно ЧП случилось в частном секторе Барнаула. На улице Чернышевского с огнем боролись 38 человек. К месту пожара пригнали 6 автоцистерн. Общая площадь сгоревшего участка – 100 квадратных метров. Не обошлось без возгораний и в полях. Горела трава в Славгороде и рядом с селом Курья. Пришлось даже спасать двух едва не задохнувшихся косуль. А в камне на оби полыхало кладбище. Пострадало 300 квадратных метров земли. В Бурлинском районе одна из женщин решила убрать свой двор и развела костер рядом с домом. В итоге сгорело сразу два жилых здания. И еще один случай возгорания в локомотиве на одной из станций в Тальменском районе. Воспламенилась внутренняя обшивка. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших. Сегодня Барнаульский речной порт открывает новый сезон пассажирской навигации. А 10 дней назад по оби запустили грузовые перевозки. Насколько востребован сейчас обской тракт, узнавала Анастасия Дороган. Освешить сиденья и перила и на воду. Уже завтра Барнаульский речной порт выпускает первые пассажирские рейсы. Мы заменили линолеум, поменяли двигатели. И сегодня этот теплоход у нас будет обслуживать линию Барнаула-Расказиха, Барнаул-Бобровка, Бобровка-Калиновка. В последние годы за сезон речной порт перевозит 60 тысяч пассажиров. До пандемии было больше, а в советское время под 150 тысяч за лето. Прибыли в речных пассажироперевозках давно нет. Но их субсидируют и от этого вида транспорта не отказываются. Цена билета, пожалуй, самая доступная для населения. Власти ежегодно дают предприятию 12 миллионов рублей на ремонт. Дороже всего обходится замена ржавеющих корпусов. Про обновление технопарка говорить не приходится. Даже в рамках федеральной программы. Там залоги надо, а у нас залогов практически нет. И суммы нам, чтобы корабль построить, больше 100 миллионов надо. А заложить нечего. Такие корабли, вот такие, ну сколько там, 10 миллионов может быть. А за 100 миллионов какой корабль стоит? А за 100 миллионов? Ну корабль, корабль нормальный, корабль с каютами, эти прогулочные. Запустить прогулочные корабли с каютами в Барнауле мечтают давно. Это бы позволило отплывать дальше Расказихи Бобровки и приносило бы доход. Но до таких судов бюджет компании не дотягивает, признаются круг. Пока делают ставку на водные экскурсии и верят в лучшее. Вы знаете, люди стремятся к воде, в леса, правильно? А на воде отдых самый лучший. Позитивно настроенный в сфере грузоперевозок на воде. К 2015 году эта отрасль почти прекратила свое существование в крае. А сейчас стремительно возрождается. Одна баржа заменяет 50 тонаров. Можно только предполагать, сколько-то спасенных километров дорог. Сейчас функционирует 14 барж. В следующем году планируют запустить 17. Тонна, перевезенная по воде, обходится почти в 4 раза дешевле, чем на машине. Плюс разгружаются федеральные дороги, например, Чуйский тракт. И внутри региональные. В советское время по АБИ перевозили за сезон под миллионы тонн грузов. В 2021 году было 600 тысяч тонн. В 2022 уже миллион 200 тысяч тонн. В 2023 должно быть еще больше. Законтрактован у нас уже объем миллион 130 тонн. Планируем перевезти миллион 300. Больше всего перевозят щебень и песок. В крае функционируют три площадки разгрузки. В Барнауле, Усть-Пристани и Камни-На-Аби. А пять направлений связывают Барнаул, Шульгинку, Усть-Пристань, Камин-На-Аби, Малетина. В этом году должен появиться рейс Барнаул-Томск. Из ограничивающих факторов лишь уровень воды. Минимальные уровни, которые нам необходимы, это метр семьдесят по всему фарватеру. При вот именно такой глубине у нас будет возможность идти при полной загрузке. А это и, понимаете, экономика, это и объемы, это и дополнительные возможности. Сейчас на реке уровни метр сорок. То есть это не дает возможность нам идти в полную загрузку. С начала сезона в край перевезли уже 18 барж. В перспективе, кроме песка и щебня, по реке должны перевозить лес. Этот вид транспорта настолько востребован, что в генплане Барнаула до 2040 года рассматривают строительство новых объектов речной инфраструктуры. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. А вот в железную дорогу края в этом году инвестируют 4 миллиарда рублей. Планируется, что на эти средства закупят новые электропоезда и обновят 60 километров путей. Об этом руководство РЖД заявило на встрече с губернатором края Виктором Томенко. Подробнее о том, как развивается железнодорожная инфраструктура региона, расскажет моя коллега Ирина Корчагина. Помните, когда раньше было, то есть сумками идут, открывают, закрываются. Сейчас люди просто проходят, даже тележки можно проводить. Просторные тамбуры, подъемники для маломобильных пассажиров, а еще полки, с которых не падают сумки и зарядка для телефона. Все это новое поколение электропоездов. Здесь 6 вагонов, 640 посадочных мест. Поезд запустили в середине марта. И уже в этом же году ожидается поступление двух таких же составов. И здесь что еще особенность в этом электропоезде? Здесь система вентиляции, отопления и кондиционирования. Здесь имеется кондиционер, то есть мы в летний период включаем, температура поддерживается, 22 градуса, комфортно. Новый электропоезд губернатору края Виктору Томенко показал начальник западно-сибирской магистрали Александр Грицай. Во время рабочего визита они успели посетить несколько объектов. Это сердце железной дороги на Алтае, моторвагонное депо. Сегодня предприятие в несколько раз увеличило число капитально отремонтированных вагонов. Как результат новые рабочие места, более 50 вакансий. В следующем году тоже будут увеличены электромашины, цехи. Мы добавим, то есть не в Москву будем машины отправлять, а сами здесь на месте. Соответственно это будет еще плюс 8 человек, плюс 8 рабочих мест. В 2022 году поездами из Алтайского края было отправлено более 8 миллионов пассажиров. Одним только скорым поездом Барнаул-Славгород за несколько месяцев воспользовались уже 15 тысяч человек. Почти на 2 миллиарда рублей мы обновили парк вагонов нашего Алтаи-пригорода. Это 60 вагонов. Мы практически за эти годы обновили до почти 100 процентов. Осталось еще 5 процентов, наверное, всего парка обновить. И это современные, совершенно безопасные сегодня средства передвижения. Добавим, что за последние два года РЖД инвестировали в развитие железнодорожной инфраструктуры региона и в совместные проекты более 9 миллиардов рублей. Планы на этот год еще 4 миллиарда. Ремонт 60 километров путей и новые электропоезда. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. И еще одна тема, связанная с транспортом. Добираться до пригородного села Черемное, в котором проживают более 4 тысяч человек, возможно, скоро станет проблематичнее. Перевозчик, обслуживающий маршрут, готов отказаться от него. По его мнению, для этого есть несколько причин. Разбитые дороги и, как следствие, быстрый износ транспорта, а также низкий тариф. Хотя для населения стоимость проезда и сегодня бьет по карману. В ситуации разбиралась Юлия Щепина. Особенно сложно в межсезонье, жалуются жители Черемного. Проблемой обеспокоены и перевозчики. Они говорят, автобусы разваливаются на ходу. Проблема стоит очень острая, потому что износ идет у автобусов колоссальный. То есть это автошины, это подвеска, это все несущие конструкции транспортного средства. Автобус должен ехать прямо, но там лужа метров 200 длиной и глубиной полметра. Нам приходится отклоняться от маршрута, ехать вдоль линии, называется, дорога. Перевозчик вынужден отклоняться от маршрута, за что рискует получить штраф. Население села – более 4000 человек. Ездят из соседней Солоновки, а в летний период добавляются дачники. И вот так вот, если не погода, автобусы до нас, я повторяю, что они не доходят просто, они разворачиваются. Это километра три, наверное, да, Галина Александровна? Пять. Вот получается, с сумками, все мы с ребятишками. Этот автобус 149 открывали для садоводов. Мы все абсолютно, три садоводства, мы все абсолютно из Барнаула. Мы куда только не обращались, значит, Барнаул, значит, нас отправляет в Павловск. Павловск говорит, вы не мои, мои только земли, вот, а дорога эта не моя. Единственная альтернатива – поезд, однако ходит он не каждый день. Автобус же каждый час, ежедневно выполняет 12 рейсов. Стоимость проезда – 120 рублей до Барнаула и 30 по селу. Маршрут, утверждают перевозчики, совершенно нерентабелен. И встал вопрос – отказаться от маршрута или поднять стоимость проезда до 200 рублей. Однако сами признают, для людей цена уже сегодня неподъемная. Ну, вообще желательно, чтобы автобусы ходили. Но цена нереальная – это 200 рублей. Тем более для деревни. Вы представляете пенсионерка, которая получает 8 тысяч пенсии? Двумя годами ранее маршрут считался муниципальным. Субсидировался мэрией Барнаула. Теперь же на балансе Минтранса. Мы писали и в Минтрансе, писали и в местные органы самоуправления. Но вот именно здесь, если взять вот эту дорогу, председатель Черемного помогает нам в каком плане? Если когда время распутится, он выделяет нам трактора, которые стоят и дежурят. Которое финансирование выделяется на данные участки дороги, его недостаточно. Мы делаем ямочные работы, где щебирование, щебенки подсыпаем, производим грядирование, также профилирование дороги. Черемное – рабочий поселок. Сахарные и семенной заводы, другие предприятия. Соответственно, много большегрузов, говорит глава сельсовета. Усугубляет проблему болотистая местность. Переговоры с главой администрации Павловского района ведут. Сейчас договора заключаем, сейчас забутируем. Дальше будет грейдер, сколько будет, дальше какие будут финансирования выделяться, будем все вкладывать. Стараться на маршрут школьный и автобусный маршрут. Это главные перспективы и приоритеты на село Черемное. Органы местного самоуправления пытаются дороги, по которой идет маршрут, присвоить кадастровый номер. В этом случае она перейдет на баланс городской дорожно-транспортной службы. Статус дороги повысится и финансирование, надеются местные власти, увеличится. Вопрос лишь в том, как скоро пойдут им навстречу. Если решение вопроса затянут, ходить, возможно, до Барнаула и обратно придется уже пешком. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. Новую волну коронавируса пообещали россиянам в мае. Так, о первых случаях заражения очередным штаммом короны еще на прошлой неделе сообщила глава Федерального Роспотребнадзора Анна Попова. Новый вид инфекции назвали Арктур в честь одной из самых ярких звезд. Свой путь штамм ведет из Индии, впрочем, как и Дельта, которая до сих пор считается самым опасным штаммом ковида-19. Насколько заразен Арктур, ждать ли новых ограничений в Алтайском крае? А также удалось ли остановить распространение другого вируса кори в нашем регионе в следующем видеосюжете. Арктур – подвид уже известного в России омикрона. В Индии в это время года фиксируют подъем вирусных инфекций. Поэтому Арктур получил там распространение и болеют им сейчас наряду с ОРВИ. Случай заболеваемости уже регистрируют и в Америке, в странах Европы и Африки добрался он и до России. Каких-то суперновых симптомов пока не определяется. Но единственное, пожалуй, на что делают акцент авторы на то, что есть один из признаков, который не был характерен для других вариантов вируса, точнее симптомов, которые они определяли – это зудящий конъюнктивит. Ну а в целом симптомы для него, в общем-то, те же самые – это повышение температуры тела, слабость, ломота в теле, в суставах, боль в горле, першение в горле, заложенность носа, кашель. Зудящий конъюнктивит, по словам ученых, следствие присоединения аденовируса, которым сейчас тоже болеют в Индии. Отмечается, что Арктур еще более заразен, чем омикрон. Как покажет себя вирус в России, пока непонятно. У специалисты склоняются к тому, что следует ожидать подъема заболеваемости к традиционному сезонному периоду, к осени. Тут, конечно, для паники нет места, и уже история с ковидом, скорее всего, прошла свои пики. Валерий Шевченко надеется, что Арктур все же сойдет на нет, как и предыдущий штамм Кракен. Гораздо сложнее в России обстоят дела с другой инфекцией. Корь выявили уже в 44 регионах. Но эпидемии в Роспотребнадзоре вспышку не называют. Медики, в том числе и в нашем регионе, активно занимаются так называемой дополнительной вакцинацией детей и взрослых, которые ранее не были привиты или имеют лишь одну прививку. Ну, во-первых, это отказники, да. То есть по какой-то причине они у нас откажутся. Сейчас мы отработали этих людей и максимально стараемся их привлечь, чтобы обеспечить иммунную прослойку населения. Мы закупили в этом году 2000 доз вакцины против кори для взрослых. И сейчас идет активная вакцинация. Вакцины на данный момент достаточны и для детей. По словам врачей, вакцинация, по сути, единственный способ предотвратить распространение болезни. Поэтому, если вам позвонили из поликлиники и пригласили пройти вакцинацию, не стоит приглашение игнорировать. Кстати, по словам главного эпидемиолога края, у нас в регионе распространение кори удалось предотвратить. Было обнаружено 32 случая. Сейчас корь медики не фиксируют. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Депутаты АКЗС на неделе обсуждали законотворческую инициативу о заявлении самовыдвиженцев на выборы губернатора. После непродолжительной, но довольно яркой полемики с преимуществом в один голос народные избранники одобрили законопроект. Но принят он не был. Как так вышло? И какие другие решения были приняты на последней сессии краевого парламента, расскажет Анастасия Дорога. Этим выборам нужен институт самовыдвижения, решили в одной из политических партий. И сегодня в АКЗС рассматривали законопроект о том, чтобы выдвигать кандидатуру на пост главы региона могли и самовыдвиженцы. Еще одна инициатива – снизить муниципальный фильтр для участия в выборах партии с 7% до 5%. Реальность такова, что пока преодолеть этот порог может только Единая Россия. Эти предложения представили за 4 месяца до выборов алтайского губернатора, обращаясь к самой крупной фракции парламента. Единая Россия, мы постоянно об этом говорим, это партия власти. Власть – это сила. А сила, как известно, в чем правде. А правда она такова, что на самом деле повышение конкурентности и открытости на выборах губернатора позволит легитимизировать в большей степени результат и тем сильнее сделать победу того кандидата, который выиграет. Спасибо, Александр Владимирович. А власть пускай мне отдаёт. Поехали. Но в целом в своём выступлении Александр Молотов обращался скорее к оппозиции. Внутри неё единства не нашлось. В нашем партии выявляли что-то слиру. Тем не менее, с привесом в один голос депутаты идею одобрили, но не набрали достаточно голосов и проект не прошёл. Ещё более жарким выдалось обсуждение инициативы о комендантском часе для детей. Депутаты расширили перечень мест, где детям находиться нельзя. Там, где курят секреты и кальяны, в букмекерских конторах, а ночью и в компьютерных залах, в расселённых или аварийных зданиях, на пляже, если нет сопровождения взрослого. Прежде всего, законно-воспитательная функция. Если мы говорим про водоёмы, мы понимаем, что на всех водоёмах не будет стоять проверяющий, который будет проверять один ребёнок или со взрослым. Если мы говорим о таких местах, то здесь мы надеемся на бдительность взрослых, окружающих лиц, которые могут сообщить о том, что дети находятся в таком аварийном здании. Некоторые посчитали, что проект сырой, а ограничений для детей слишком много. Мы лишаем подростков возможности подниматься на крышу, спускаться в подвал, кого мы растим. Нужно заставить муниципалитеты работать в части сноса и ограничения возможности посещения заброшенных зданий. Сколько вы совершенно детей сегодня воспитываете вы? Вот так кальяно дорогеете за этот закон, я вам скажу, как отец. Я не вижу в нём ничего судительного. После пререканий, частично эмоциональных, депутаты всё же одобрили закон. 40 за, против, воздержались и не голосовали 17. Некоторые парламентарии сомневаются, как будет работать этот документ, ведь реагировать полиция или органы власти будут на оповещения от неравнодушных. Поддержали в АКЗС и закон о досрочном выходе на пенсию инструкторов физ. воспитания в детсадах, уравняв их права с коллегами. Представьте, когда 22 года заканчивает вуз, например, или колледж, инструктор физического воспитания и руководитель физического воспитания. Руководитель имеет право выйти на пенсию, соответственно, через 25 лет, то есть 47 лет. А инструктор с учётом повышения пенсионного возраста выйдет на пенсию в 63 или в 65. Считаем это с точки зрения социальной справедливости неправильным. Кроме того, утвердили закон о депутатских декларациях. По новым правилам теперь публиковать будут лишь общее количество депутатов, подавших и не подавших этот документ. А сама процедура останется обязательной для тех, кто работает в парламенте на постоянной основе, и если расход депутата превысил доходы за три года. Ни один из депутатов не проголосовал против. Еще одним важным выступлением на апрельской сессии стал доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае Андрея Осипова о работе за 2022 год. Этот год был непростым. На него пришлась новая волна санкций, разрыв привычных логистических цепочек и в целом перестройка экономики. На этом внешнем фоне бизнесменам хватало и проблем внутренних. Так, больше всего обращений к уполномоченному касались земельно-имущественных отношений, чуть меньше банковской деятельности, на третьем месте действия правоохранительных органов. Анализируя работу за год, бизнес-омбудсмен разработал список предложений к властям. По словам Осипова, причина этих проблем скорее системная, и решать ее в первую очередь нужно на федеральном уровне. Но и принятые на уровне региона решения могут облегчить положение предпринимателей. Предоставление льготы по налогу на имущество для тех структур предпринимательских, которые имеют в собственности объекты культурно-исторического наследия и хотят их отреставрировать или уже отреставрировать. То есть они купили за рубль объект из обращений к нам, это не просто какое-то размышление, это обращение по факту, которое действительно есть. Они купили здание за рубль, вложили в него 100 миллионов, после этого получают стоимость этого объекта в 100 миллионов. И налог должны заплатить именно с этой суммы, то есть со своих же собственных денег. Предложение предоставить на 5 лет хотя бы им определенный льгот, нулевую ставку. У нас есть закон тоже по нулевой ставке для начинающих предпринимателей, он в этом году заканчивает свое действие. Мы предлагаем, есть такая возможность еще на год увеличить и посмотреть расширение видов деятельности по этому закону. Ну и еще, мы считаем немаловажным, у нас сейчас очень хорошо заработала программа, о которой мы просили губернатора, и он два года назад на своем отчете озвучил. Это поддержка сельской торговли. Выделялось 30 миллионов рублей, и сельчане, именно торговля, в том числе отдаленных сел, могли приобрести оборудование торговое, холодильники, автомобили даже. Кто-то там, иной оборудование, кассовую технику. И вот мы, проезжая эти годы вместе с управлением по районам, проводя неуполномоченных муниципальных образований, мы видим востребованность на сегодняшний день этого. И мы считаем, что 30 миллионов, они в прошлом году были полностью израсходованы. На сегодняшний день, наверное, уже сумма могла бы быть и больше. На этой неделе стало известно, что Алексей Городов, арбитражный судья, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, пытается оспорить наказание. Напомним, 11 апреля центральный районный суд приговорил Городова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 миллионов рублей. В конце апреля сразу от четырех лиц поступили жалобы на этот вердикт, а 26 апреля апелляцию подали Городов и его адвокат. Отметим, что по ходу расследования Городов свою вину категорически отрицал и не признался ни в одном из шести эпизодов получения им взяток на общую сумму почти 5 миллионов рублей. Суд над арбитражным судьей длился два года. Разбирательство начато по инициативе главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. На время расследования полномочия судьи Городова были приостановлены. Следователи завершили расследование убийства ребенка, совершенного с особой жестокостью. Теперь мать, которая сожгла свою дочь, могут отправить в психбольницу. Экспертиза показала, что 40-летняя женщина убила ребенка в состоянии невменяемости. Об этом сообщил Краевой следственный комитет. По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что в силу хронического психического заболевания женщина была лишена способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. А в прокуратуре Края пояснили, сельчанка нуждается в принудительном лечении в медорганизации, которая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях. Материалы уголовного дела передали на рассмотрение суда. Напомним, женщину обвиняют по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Как сообщает следствие, днем 20 февраля мать посадила ребенка в таз, облила керосином и подожгла на глазах 8-летнего сына. Девочка скончалась от ожогов. По словам самой женщины, так она изгоняла из дочери духов. Знакомые обвиняемые рассказали, что та была наивна и верила всем. В том числе и местной колдунье, у которой за деньги проводила ритуалы. А в Барнауле развернулся большой конфликт вокруг теремка. Так называется обслуживающая многоэтажку организации, руководителя которой хотят сменить собственники дома. Но последний настойчиво не уступает свой пост. Ситуация накалилась до такой степени, что на последнее собрание жильцов собралось больше сотни человек. Тему продолжит Юлия Щепина. Уже больше года у нас идут суды, продолжаются. Пытаемся отстранить нашего председателя и заняться домом, потому что он уже в плачевном состоянии. Претензии к состоянию дома 89 на Малахова к председателю ТСЖ поступают от жильцов регулярно. По словам собственников, дом 2006 года постройки постепенно приходит в негодность. Это и внутри подъездов, это обрушаются внутри подъезда швы, вываливаются. Это и плитка, это и стены, это и грязь, именно вот наверху, которая требует ремонта. Мелким ремонтом помещений жильцы занимаются сами, но для решения более сложных проблем требуются специалисты. В подоконнике были, ну страшно, обыкновенная шпаклевка облездая, сами пришли и с мужем положили плиточку. За три года ничего не сделано. Очень много проблем у нас, с десятого этажа кирпичи падают, вот уже три года. В доме совершенно нет хозяина, говорят люди. Вести диалог с действующим председателем крайне сложно. Ты не имеешь права. Так, руки убирал, руки убрал. Так, смотри. Вова, Вова, снимай, снимай, Вова. Сейчас сломает. Смотри, смотри, как трещины пошли по монитору. По словам жильцов, председатель, преследуя личную выгоду, действует незаконно. Так, в марте 22-го года он предоставил в инспекцию ЖКХ реестр участников ТСЖ в одном количестве, а спустя полгода в гораздо меньшем. В составе ТСЖ было 305 человек. 305 человек. На сегодняшний день всего осталось 5. Соответственно, он пытается закрыть наше ТСЖ родное, доброе. Но с этим люди не согласны. Они не хотят ликвидации ТСЖ, поэтому решили провести собрание. На нем собралось больше сотни человек. И от большинства звучало. Бюллетени не видели, не голосовали и из состава ТСЖ не выходили. Мы проголосовали за изменение членов правления, за изменение председателя. Но Дартсвейлер решил оспорить. И это собрание указав о том, что у нас 5 членов ТСЖ. Сам Александр Дартсвейлер, председатель обслуживающей организации, от официального комментария отказался. Но в устном диалоге по телефону пояснил, все его действия законны. Более того, он подал два судебных иска о признании недействительным результатов собрания собственников жилья. Иск не удовлетворили и последовала апелляция. И о защите чести и достоинства. Дартсвейлер подал в суд на меня, якобы за какие-то оскорбления. Официально, при всех вас, я заявляю, что этого человека я видела два раза. А на замечание о том, что жильцы хотят видеть другого руководителя обслуживающей организации, Александр ответил следующее. ТСЖ уже ликвидировано. К слову, учредителем УК «Алтайский теремок» в каталоге управляющих компаний значится именно Александр Дартсвейлер. Жильцы говорят, в управляйку никто переходить не хотел и заявляют, подписи были получены нечестным путем. Мы, собственно, собираем здесь сейчас шатер, чтобы поставить стол, выбирать подписи с людей, оповещали ли их о проведении собраний, инициированных, как сказать, руководством ТСЖ нашего. Не оповещали. Бюллетни периодически подделываются. Доказать подлинность бюллетня очень сложно. Единственный вариант, как это сделать, это физическое присутствие, снятое на видео, на фотофиксацию. Фото и видеоматериалы люди хотят предъявить на очередном заседании. Они надеются, суд примет их во внимание, встанет на сторону жильцов, и они будут иметь уже законные основания сменить, наконец, руководителя обслуживающей организации. Но последние намерены дальше отстаивать свою правду, оставаться председателем. Конфликт вокруг теремка нарастает. Мы будем следить за развитием ситуации. Добавим, следующее заседание суда пройдет 10 мая. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, День с толком. В крае началась посевная кампания. Первыми к работе приступили хозяйства на юге региона, в Ключевском и Кулундинском районах. Аграрии этих районов начали сеять ранние зерновые и зернобобовые, овес, пшеницу и подсолнечник. Общая площадь посева под зерновые на данный момент составляет более 1200 гектаров. Чуть позже к работам приступят остальные районы края, сообщает правительство региона. Общая площадь возделывания остается на уровне прошлого года почти 5,5 миллионов гектаров. А пока в более чем половине районов края идут работы по сохранению влаги в почве. По последним данным, баронование провели на площади более 700 тысяч гектаров. Кроме того, аграрии ведут подкормки минеральными удобрениями посевов многолетних и озимий. Больше 40 тысяч человек накануне приняли участие в общегородском субботнике. Горожане расчистили скверы, парки, улицы, навели порядок у памятников и мемориалов. Наша съемочная группа оценила масштаб работы и результат преображений в городе. Зеленый сквер на площади Октября. Сегодня его тщательно расчищают жители краевой столицы. Школьники, студенты, общественники, сотрудники бюджетных организаций собирают в мусорные пакеты, прошлогоднюю листву, ветки и мусор. Город нуждается в уборке и в санитарной очистке. Чем больше людей примут участие в этих мероприятиях, тем чище будет и уютнее, и комфортнее жить всем жителям. Администрация города ежегодно участвует в субботниках. Все-все-все в разных районах города. Мы пытаемся наводить порядок, стараемся и призываем жителей уважать наш труд и не мусорить. Глава Октябрьского района Юрий Асеев отметил, что субботники проходили в течение всего апреля. За это время только с улиц Октябрьского района вывезли свыше 90 машин с мусором. Фокус внимания в эту пятницу сместился на общественные территории. В частности, зеленый сквер, который в этом году попал в перечень объектов для благоустройства. За него сейчас активно голосуют жители. Данный сквер уже набрал порядка двух тысяч голосов. Уже есть за этот сквер проголосовали. Голосование будет продолжаться до 31 мая. Поэтому я призываю всех жителей неравнодушных к данному скверу проголосовать и поддержать, чтобы он набрал все-таки достаточное количество голосов, был замечен и данную территорию была приведена в соответствующее состояние. Придавали лоск не только зеленому скверу, но и всему городу. Добровольцы ликвидировали незаконные свалки, наводили чистоту в парках. Так 15 мест общего пользования сегодня кардинально преобразились. Я думаю, что порядка 40 тысяч барнаульцев принимают сегодня участие. Ну, 40 тысяч, я бы сказал, принимают активное участие в субботнике. На многих точках, это более 60 точек, где сегодня работают барнаульцы. Всегда барнаульцы, горожане гордились тем, что наш город чистенький, опрятный, зеленый. Добровольцы активно работали в Центральном парке, Березовой рощи, а также в зеленых зонах на проспектах Красноармейский, Космонавтов, улицах Аванесова, Молодежной, Поповой и многих других. Уже в эти выходные, которые обещают быть теплыми, гулять по городу станет куда приятнее. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Накануне Дня Победы выплату в размере 2000 рублей утвердили детям войны. Такое решение парламентарии региона приняли на апрельской сессии. Сейчас в крае живет 80 тысяч детей войны. Для 17 тысяч из них эта поддержка будет единственной. Других льгот они не имеют. В целом, эта категория населения имеет право на первоочередное медицинское обслуживание. Обследоваться и лечиться они могут в госпитале для участников и инвалидов войны. А также на выплату в размере 100 тысяч рублей для получения природного газа. Выплату накануне Дня Победы в крае уже делали. В 2017 году денежную поддержку оказали тем детям войны, кто не имел других льгот. А в 2020 всем в честь юбилея Победы. Теперь же выплата станет ежегодной. При этом в России все еще нет единого понимания, кого причислять к категории дети войны. Мы выходили не один раз о том, чтобы это все-таки было узаконено на федеральном уровне. Но мы не получили ответа и поэтому принимали свой закон. Я хочу сказать, что такие законы действуют в 43 только регионах из 89. И наш регион пошел на это. И сейчас мы свои льготы сами уже предоставляем данной категории. Добавим, что для получения выплат не нужно заявлений. Все данные возьмут из системы Министерства социальной защиты на основе года рождения. Начисления произведут автоматически. Получат их уже к этому празднованию Дня Победы. И уже через день россиян, в том числе и жителей края, ждет праздник весны и труда. Программа торжеств в Барнауле включает в себя с десяток разных мероприятий. Откроет ее парад пожарной техники. Современная и ретро. В 9.30 колонна проедет по улицам Барнаула. Затем на Площади Свободы в 11 часов состоится праздник, посвященный Дню пожарной охраны. Также пройдут спортивные состязания. В 10 утра пробег в честь столетия спортов общества «Динамо». Участвовать в нем смогут все желающие. Но под опуску врача. А в парке Спортосмертином в то же время состоится турнир по футболу среди воспитанников школы и среди студенческих отрядов. На площади Сахарова будут соревноваться мужские команды по баскетболу, роллерспорту и будет работать площадка для выполнения норм комплекса ГТО. Традиционно в этот день состоятся и легкоатлетические эстафеты на призы газеты «Алтайская правда». Начало в 12. В полдень в парке «Лесная сказка» для горожан пройдет концертная программа. А в 13.30 на набережной Аби – парад судов, посвященный открытию сезона навигации. Позже у Аби пройдут концерты. И завершит праздник красочный фейерверк. Салюты прогремят в 22.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова